Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Друг и Каспер в эфире и последняя, третья решающая карта. Это должно быть нечто. Да, я думаю, мы увидим противостояние равному, которому мы еще не наблюдали. У нас все идет по нарастающей и нагал страстей тоже по нарастающей. Как раз-таки перед гранд-финалом максимальная концентрация на каждом персонаже. Я думаю, здесь любая ошибка будет наказываться. Как делали LFY против любого коллектива, в частности против Virtus.pro? Только ты ошибся, тебя сразу же наказывают. Как делали League тоже против Virtus.pro, когда прискорбно не констатировать. Эти команды наказывают за ошибки и в этом главный спортивный интерес. В том, что кто максимально правильно, максимально верно будет принимать решение в кратчайшие сроки, я почти думаю, тот и единственный имеет шансы на то, чтобы выиграть эту игру. На халяву здесь пройти в гранд-финал за 10 миллионов долларов побороться никто не позволит. Уже халявы нет достаточно давно на этом турнире. И в целом, скажу по личным ощущениям, пока это самый играющий International за все года, сколько мне тут доводилось присутствовать. Очень много зрелищных матчей, плей-офф просто загляденье. Каждая дуэль — это потрясающие стычки. И да, тут уже Mind Control начинает развлекаться. Демонстрирует свою мощь. Да-да-да, пошли таунты с танцульками. Конечно же, удачи обеим командам, игрокам, всем. Пусть победит сильнейший, как говорится. Ну и поехали. Виномансер будет находиться снизу против Бэтрайдера и пока что Шейкера. В центре противостояние Террор, Блейда и Десс-Профит. Кура уже в центре и также в центре Рубик. И, возможно, мы сейчас увидим попытку Джейджа либо же забрать Курьера, либо же выйти попробовать подраться на первых минутах. Ну, не все так просто, дорогой мой Джейдж. Не все так просто. Откажется просто. В финале Лузуров. Ну, оттянули, тем не менее, Шейкера назад. Нужно вернуть ДП. А ДП использовался перед Сайфан. И Миракл под метаморфозом делает первый фраг. А выигрывает этот момент Джейдж? Да, он. Своим присутствием, да, и своим давлением на Курьера. Именно так. Просто одно... Даже факт угрозы Курьеру заставил Шейкера сместиться, не оказаться вовремя. Он не смог дать вовремя эту фиссуру. И давал ее просто уже вот от безысходности. Да, не выбирая позицию. Просто для того, чтобы немного оглушить противника. И опять же, он не видел Джейджа. Ведь он его, он бы дал фиссуру наверняка в Рубика. Просто, чтобы выиграть время для Деспрофи. Чтобы она под вышку успела забежать. Там изначально стоял Вард на речке. Поэтому наличие Рубика там было практически вот стопроцентным. Но просто... Конкретно локацию. Да, да, да. Куда-нибудь дать фиссуру. Рубик мог наверх куда-то перетянулся. Он мог попытаться, там, не знаю, ВИЧ-доктора убить вместе с Куру. Но атака была направлена на центральную линию. И внизу Матумбамен. Пять зарядов уже липкого Напалма получил. Заходит еще и вовраженный скилл. Что происходит? Что здесь происходит? Они его просто месят руками. Куру был бы рад еще так же подойти. Но там пока что деревья Мане перекачиваются. Но на первых уровнях она слишком слабая, эта перекачка. Да, идут за вышку. Идут просто давить за вышку. Фраг первый сделали в миде. Сейчас забрали мейнкерри. Мидеры мейнкерри уже пострадали. У Таранглейда топовый крипт стат на карте. Майнконтрол просто душит верхнюю линию. Вышка половину здоровья потеряла. Хотел спросить, чем занимался Вич Доктор. Но вижу, что у ДДС все нормально. То есть у него каски изучены. Никаких неурядиц с скиллбилдом не произошло. И просто не хватило этого оглушения. Но все-таки первый уровень, действительно. И там энты, там куча энтов. Ну, они разделят между собой каски и герои. В принципе, ни урона, ни фиксации, ничего не получат. Первая вышка падает. Две минуты с копейками. Две двадцать. Да, две восемнадцать. Ладно. Первая башня. Это нереально быстро. Я вспоминаю, глядя на такие скорые падения башенок, во времена, вот, еще когда Артстайл играл. Когда очень агрессивный был, очень агрессивный стиль Доты в общем. И тогда, да, самые быстрые башни падали, вот, примерно, там, 2.40, 2.30. О, все-таки Курьер умирает. Не от рук Рубика, так от рук Майнконтрола. Да, Фиссура. Окей. Он в другую сторону побежал. Ну, у него с тобой нет телепорта, на самом деле. А у него есть стапок здесь паковать, Майнконтрол старается уйти. Аку готов его встречать. А первый уровень. Фиссуру потратил, и все, делать нечего. Только бодиблочить. Аку пока с этим справляется на 5 с плюсом. И они накажут Майнконтрол за это. Просто присел в ужасе. Что делать? Мне кажется, это было, знаешь, дань Шейкеру за хорошую работу. Когда ты видишь, что уже не ушел. Да, Фейсбут спелляется сразу. Сразу же Фейсбут. Больше, больше, говорит, такого не будет. И действительно, вот эта остановочка, это просто вот, вот, вот. Хорошо, Шейкер, ты был молодец. Отлично сыграно. Добивайте меня. Да, как бот вчера крипов стопил, играя против Дэнди на Shadow of Indie. Примерно так же качество наху сработало. Слишком страшно вчера играл этот бот. Миракл в это время 25-6, 18 на 3. Матч-ап не то чтобы удобный для Террорблейда. У него мало здоровья, он уязвим к магии, а ДП исключительно магией-то и бьет. Так что без помощи Мираклу было крайне трудно. Мы видим, что он сейчас потерял просто половину своего столба здоровья. Крепчиков бежал. Я просто смотрю, так какое-то направление движения очень странное было. Нету слова. Вот он ДДС. На втором уровне взял Маледикт. Не лечение. То есть это нападающий Вич-доктор. Убивающий Вич-доктор. А Бэтрайдер также с линии ушел. Все за все линии подарили или как это выглядит? Честно говоря, вот я представляю, если Нэчис Профит, например, врывается в такого Вич-доктора, то это у нас может еще и умирающий Вич-доктор. Это скорее всего умирающий. Сейчас будет умирающий Вич-доктор. ДДС вне позиции. Разбег, конечно же. Нет, не совсем умирающий. Извиняюсь. Да, Маледикт по Куроке. Его высосет Дэс Профит. И, возможно, даже Миракл не поможет. Но нет, идут, идут помогать своему товарищу. Майн-контрол на месте. Атакует Супера. Фиссура Отакфу. И все, он больше ничего не может сделать. Бедный Шейкер. Да, Майн-контрол еще дальше. Там пару тычек дал Мане. И уходит отсюда. Он всегда в центре событий. То Курьеры, то Драки, то снесенный Тавр очень ранний. Сейчас будут пушить центральную линию. Миракл использовал Метаморфоз. Он еще будет долго действовать. ДДС сюда не может подойти. Эти каски, это будет Куром на смех. Там куча энтов. Просто так ты не сможешь контролировать соперника. Вообще, без нормального уровня на Десс-Профе, для того, чтобы Криптсвормом сдувать хоть немножко это все. Без нормального уровня на Шейкере, чтобы Фиссурой, возможно, добивать как-то невозможно. Нормально сражаться. Миракл наконец-то к нему подсасывается. Но отлично работает и Майн-контрол. Деревья неплохие. У Миракла заканчивается Метаморфоза. У него нет еще даже шестого уровня, естественно. И он умирает от Фиссуры. Наконец-то, наконец-то, небольшой просвет вот в этой беспроглядной тьме для LFY. Инфлейм вынужден был перетягиваться. Хардлейнер должен был приходить, чтобы хоть как-то защищать вышку в центре. В это время раздолье полное у Матумба Мэна. Он уже 29 на 4 идет. То есть у него все по Крипам великолепно. Мы снова наблюдаем, что топовый Крипстат из трех. Сейчас я хотел сказать из четырех. Три из трех. Три топовый Крипстат для Олега. И не будем забывать, что там еще и вышка снесенная. По фрагам они выигрывают. То есть по золоту 3К перефарм на шестой минуте. Солидное преимущество. Бэтрайдер может вывести эту игру на своей вот этой летучей мыши. Механо-мыши, не знаю, как это назвать. Потому что он очень классно фармит. И потому что он может сбить темп Ликвида. Может ловить отдельно пушащих героев. Вывозить их поближе к себе. След за ним обязательно должен появиться еще и Акфу на Шейкере. Потому что Морфинг не сможет драться минут 15, 20, 30 скорее даже всего. А башни падают. Преимущество растет. 4 тысячи. Шесть лишних минут. Миракла поймали в центре. У Миракла есть Сандро. Он успевает его использовать. Супера. Но стоит под экстарцизмом. Заберет ли Супера? Да, забирает Супера. И выживает. И раздельный DC еще возвращает. Нет, вперед выталкивают, чтобы, не дай бог, к Мираклу он не подтянулся. В это время еще Кура все-таки умирает. Не знаю, что там происходило. Но вот еще со спины залетает Бэтрайдер. Конечно, вариант закрыть с прутинами летящего Мышевсадника он интересен. Но не настолько. Должны сбивать Акфу. Минус Матумба Мэн. Улетает Нейчерс Профит. Бэтрайдер до него дотянуться уже не успеет. Тем более, что там лосо еще не изучено. Да, он играет интересно. Шесть уровней получил, без лосо играет. Вот тебе и умирающий Вич-Доктор. И не только Вич-Доктор будет умирать. Еще и Дэс Профит. Какой удар от ультимативной майн-контролла. Только-только использовал Метаморфоз. Сейчас Т2 вышка в центре начнет падать. Инфлейм в принципе жив. У Инфлейма все хорошо. У Миракла тоже все хорошо. Сюда подходит Вич-Доктор. Лучше бы бежать отсюда ДДС. Как-то переагрить крипов и стараться убегать как можно быстрее. Там на верхнюю линию перемещается Нейчерс Профит тем временем. Ты видел, ты видел этот урон вообще у Дэс Профит? Я не уверен, что у Супера просто, я не знаю, волосы дыпом из орбит вылезли. Это было настолько больно. И вышка падает. И нет вообще никаких предпосылок к тому, чтобы Ликвид остановились. Хотя бы на секундочку. А нет шансов. Ты играешь против одного из мощнейших лейтгейма героев. Ты играешь против Морфлинга. Если ты остановишься, ты умрешь. Скорее всего к лейтгейму он тебя будет переезжать. И сами Ликвид играют Морфлингом. Они знают его сильные стороны. Мирак он исполнял на этом персонаже. То есть Ликвид прекрасно понимают, с чем они столкнулись. И как надо опережать своего оппонента. Обрати внимание на нетворцы. Я просто взгляд не отвожу от левого верхнего угла. И вижу, что ничего хорошего для LFY в этом нет. Еще почти тысяча золота. Да не почти, а тысяча золота необходимо Шейкеру, чтобы вернуться в игру, чтобы помочь команде. Ему нужен хотя бы уровень 6, понимаешь? Это девятая минута игры. Физически не может быть хороших уровней у игроков проигрывающих. Опять зажат между крипами майндконтрол. Остановись! После такого, после такого, оклематься ой как нелегко. Там посмотри, если DDC нам покажут, они просто подарили ему нищенскую пенсию. DDC не может купить вообще ничего. У него один лидлейс. На этом все. У нас 9 минут игры. И DDC 4 уровня бегает. Кусок корма. Они могут действительно сейчас закончить эту игру фактически за 10 минут. Разбегается Куру. Убивает DDC в это время. Еще и на инфлейма нападают. Втроем. Бэтрайдер тащит GH. GH слетает на Firefly. Сгорит, скорее всего. Да. Долетался GH. Мане. Также убийство. Уже потеряли двое их. Сандер от Miracle. Сандер от Miracle по Ахфу. Но все умрут. Все умрут. Улипит. Это ошибка. Это колоссальная ошибка. Это просто тонны денег для LFY. 4 тысячи, если я не ошибаюсь. Они, по-моему, или 8, или 9к выигрывали до этой драки. Я хочу посмотреть итоги боя. Это будет... Ну, я не знаю. Мы таких чисел давненько не видели. 100%. Жду, когда так гниют. Ну, на пятой минуте 100%, да. Однако такого не было. Покажите, 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 пожалуйста. Да, 2 тысячи заработали. Опыта тоже приличное количество. И главное, это то, что Шейкер хоть немножечко подзаработал. У морфинга дела потихоньку налаживаются. Да, и Бэтрайдер. Но первые 4 позиции за саппортами. Ой, за саппорт. И за саппортами, и за копперсонажами Ликвид. Просто ДП сейчас заработает 100 золота. И она, например, уже на третьей строчке всего лишь будет находиться. Так что там разрыв не такой уж и большой. И Бэтрайдер тоже недалеко находится. Деспрофит, конечно, ей нужно побольше предметов, чтобы быть плотнее, чтобы жить подольше. Но если мы говорим про Бэтрайдера и Шейкера, им, по сути, необходим лишь там Блинк. А в случае с Бэтрайдером Блинк форстав. Для того, чтобы вот почти на 100% себя реализовать. Я больше... Рубик почти даггер купил себе. Я больше смущен позицией Морфлинга. Это что такое? Это как так вышло? Вот как-то так получилось. Ну или как-то так. Неудобненько, да, для него. Видели? Наварди, Виномансера. И очень просто будет его забрать. На самом деле, если Матума Мэн успеет хоть что-то хастовать. Вроде как успевает. Герой достаточно плотный, хастлэм. Матума Мэн в итоге ничего не сделал. Потратили два ультимейта на то, что забрать его. За маной гоняет Сухуру. Они, в принципе, они соседи по Унетворсу. Можно и подраться один на один. И смотри-ка. Получили подзатыльник сейчас Ликвид. И графики потихонечку, потихонечку ползут вниз. Конечно, LFY еще здесь совсем не выиграли. То есть им для того, чтобы победить, нужно таких 2-3 драки провести. Вот качественных, без разменов практически. И просто, чтобы выживал Морф. У Нэйчис Профита на 11-й минуте оркит уже после. У GH есть даггер уже. Это какие-то страшные артефакты. По таймерам они не просто сейчас ломают доту. У нас дота может просто крашнуться, если они не остановятся по фарму. Да, фу, конечно. Вич Доктор до сих пор не имеет хотя бы ультимативную. Но я не уверен, что он ее в принципе будет изучать. Потому что он жить долго не будет. Его задача максимально качественно кинуть каски. Максимально качественно выдать Маледикт. Вот по наибольшему количеству героев. Не думаю, что его Вуду Ресторейшн хоть как-то поможет. С таким уровнем против Виномансеров и ульта Фуриона это не поможет 100%. Он умрет слишком быстро. Там первого, второго Вуду Ресторейшна просто будет недостаточно. Да. Я думаю, Ликвид для них следующая задача будет получить контроль как раз-таки на верхней части леса. Там, где Т2 находится у LFY. Чтобы просто минимизировать заработки китайского коллектива. Ну, судя по тому, как сильно они задавили на старте. Вот, пожалуйста, они уже начинают выедать вражеский лес. Они ничего не потеряли по своим строениям. Они тусят на базе, на половине карты соперника. И могут себе позволить. Inflame влетает. У него есть Кастай. У него нет пока еще Лассо. Только сейчас появляется Лассо. Куро побежал за ним. Куро прогоняет. Прогоняет Inflame отсюда. Слушай, пододвигает себя поближе. Inflame сейчас к уроке. Есть Лассо, естественно. Умер и так Spirit Breaker. А Матумба Мэна можно ведь и словить. Нет, он улетает с телепорта. Там внизу также Вич Доктора нашли. Но Вич Доктор, знаешь, это такой себе товарищ. Да, у него есть фудоресторэйшн первого уровня. Он, видимо, в один момент посчитал, что это пригодится. Действительно, лишним не будет, если ты вдруг выживешь. Майн Контрол не знает, куда лететь. Вот я смотрел, у него телепорт. Где пять людей. Да, у него телепорт как раз-таки был туда, где Death Profit и Shaker. И он три раза пытался туда полететь. Передумал. А что это за такая способность чудная вокруг Рубика? Что это за ребятишки летают? Хм, даже не знаю. Это облако? Или это самолет? Да нет, это пакеты. Это краденые пакеты у GH. Лучшее, что можно было украсть при заходе на Рошана. Конечно, Рубик сейчас очень большое количество работы выполняет. И, по идее, там должны быть маленькие Рубики. Вольво. Видимо, они не рассчитывали, что Рубик, в принципе, может воровать подобные штуки. Хотя, казалось бы, это не так уж и сложно. Под Вардом. LFY. Но они в Смоуке. Матумба. Смоук слетает. Матумба без поезда. Новый. Фиссура. Миракл обходит Фиссурку. Устанавливает Вард сами LFY. Сейчас все они прекрасно видят. Пенек пошел на разведку. Да, в это время разгон Бумане. Но там всего лишь один герой рядом. Да, это очень классный герой. Майн-контрол. Но забрать не удалось. Ушел. Да, при идеальном стечении обстоятельств должен Орхид быть использован как можно скорее по морфлингу. И потом быстро-быстро-быстро его убивать. Для этого просто большое количество героев должно быть в одном месте. Сейчас GDC. Нет, не получится. Близко он был. Фиссура окраденная у GH. И Ахфу уже готовился встречать Кура. Но там, кстати, с GH на пару могли бы и забрать его. Но был шанс потерять саппорта. Когда Кура обычно, да, номинально пятерка дерется по Т3 на 14-й минуте. Это действительно опасно. Если герои проседают, то вышки бьют с такой же силой, как и в обычной игре. Конечно. Ну и морфлинг. Как же у него все плохо. Хотя бы и ЕСа обогнал, и то хорошо. Может быть скоро до Рубика доберется. Да, масочка морбит, чтобы фармить немножко скорее. Аквила. Вот Ring of Health. Если посмотреть на этого морфлинга, можно сказать, что вот у него там минута, знаешь, восьмая, наверное, там по фарму. Плюс-минус. Может быть девятая. А все очень плохо. Это уже 15 с лишним минут. Даже не столько все плохо у морфлинга, сколько все потрясающее у команды Liquid. 10 тысяч перефарма. И мне интересно вот показатель ГПМ увидеть. Это было бы любопытно. 565, 550 и 400+. Это сумасшедшие числа. И Рубик рядом с Death Profit. Да, да. Как-то так. Где-то там. Ну и вот то, о чем шла речь. Liquid занимают вражеский лес. Полностью завардили его. И будут теперь контролировать любые выходы LFI в попытках хоть что-то где-то подфармить, где-то заработать золото. Но у LFI сейчас очень неплохая ситуация. С тем, что у Бэтрайдера наконец-то может появиться блинг. Они могут делать пик-оффы. Вот сейчас, правда, Бэтрайдер сам станет жертвой такого пик-оффа. Да, есть Оркет по нему. И Бэтрайдер не уйдет. Там еще и Фисурка. А вот уйдет или не уйдет? Эхо-слэм! Пошел! GH! Тотемом! Получает по лицу! И уйдет. Уйдет GH. Как у него это получается? Не знаю. Но майн-контрол тут остался. Должен был кто-то заплатить за такую оплошность. Манная 600 золота получается майн-контролла. И появляется даггер у Бэтрайдера. Потихоньку приходит в себя LFI. Напомню еще раз. Лейтгейм у них чудовищно крутой. Пушить они могут великолепно. Морф плюс Деспрофит. Сильный герой. После фразы пушить могут великолепно. Смотрю на то, что просто 9 башен у Ликвид стоит. И ни одной. Ладно, 6, если мы говорим про внешние. И ни одной внешней вышки у LFI. В этом отчасти вина конкретно китайского коллектива. Отчасти просто то, что Ликвид вытворяли шаминальные вещи. Куро прибежал. Получает весору. В это время GH. Нет. Майн-контрол. Вот перед Сайфоном отступает. Мане отъезжает на вейформе. Куро под Дезвардом. ДДС передумал. Увидел террорблэйдер в Металарфозе. И просто пытается убежать. Матумба Мэн. Отличная. Пойза нова. Супер. Минус. ДДС минус. И... Пайпбэк только у Мане есть. Террорблэйд в форме. А Джейдж экзорцизм включил. Джейдж снова с экзорцизмом. Вот. И нужно было бы сломать башню. Но Крипов идут забирать. Если бы Крипсы были рядом. Да. Идут забирать их. По центру я думаю в любом случае Т3 попробуют размять. Метаморфоза заканчивается. Миракл не пойдет дальше. Там осталось секунд 10. И все. И экзорцизма уже нет. Вновь останавливается Ликвид. Игра по-прежнему продолжается. Морфлинг. Обогнал Рубика. Когда Дэйд оказалось невозможным. Опасно. Но сейчас. Опасно. Сейчас это возможно будет. Как это сказать получше. Хорошим вкладом морфлинга в победу ЛФА потенциальную. Ну а что ему делать? Ему остается лишь оставлять реплику у себя на базе. Выходить с этой базы. Где-то побить Крипчиков совсем чуть-чуть. И возвращаться назад. При малейшей угрозе. А угроз здесь вот отбавляй. По всей карте. Да. Немного свое давление Майн Контрол. Снизил я вижу. Он Элис подфармливает. Но он зарабатывает. Он зарабатывает. И серьезный артефакт у ЛФА не предвидится. Очень мало денег на данном этапе. Даже если появится у Мане какой-то артефакт первый. Это будет Линкен Сфера. Линкен Сфера не сильно помогает тебе убивать. Она защищает тебя отчасти. Но это не на урон. Не на замедление. Никакой не дизейбл. Я уже молчу про появление Терил Блейда. Я не знаю в каком столетии. В этом или в следующем будет появляться этот артефакт. И вообще успеет ли он за игру его собрать. А Егис пропадает тем временем. Ликвид по сути пользы не извлекли. Выиграли одну драку. На этом все. Новый дают вражеский лес. Да. Сейчас Ликвид пользуется теми денежками. Которые они уже успели получить. А именно там было 5-10 тысяч. Сейчас это уже 11. И просто не выпускают противника. Обрезают максимально фарм. Ждут Рошанов. Если бы не умирали вот таким вот образом майн-контролы, цены бы Ликвидом не было. Но сейчас Акфу с Эхослемом тратить его не захотел. Бэтрайдер отпрыгивает. Куру прекращает гоняться. Получает касочки. Куру еще касочку получает. Нет. Больше касочек не будет. ДДС умрет. Улетает Бэтрайдер. Да. Его там месил Крип. Мечник. Без Башера. К сожалению. Может быть прокачать стоило ему. Не знаю. Сейчас еще немножко напармят. Купят Башер Крип. Ну и все. Без двух персонажей Лэфай. Конечно. Появляются они очень быстро. Мы видим, что Шейкер уже воскрес. И Вич Доктор через 2 секунды будет. Стики Напалм. Крадет Жэйч. Нетюбично для него. С другой стороны экзорцизм есть. Вообще перепечалится на этот человек. Можно играть что хочешь. Когда ты все время бегаешь под духами Деск Профит. В идеале бы для Ликвид сломать каким-то образом Т3. И забрать эту святыню. Она очень сильно может помешать при столкновении на Рошане на следующем. Теоретически к этому Рошану у Шейкера будет хороший уровень Блинг. Теоретически. Поэтому он сможет перевернуть. Теоретически. Интересно. Кстати. Мы не обратили внимание. Джейч. Он ли не перекачался уже давным-давно в силу. И не куча ли там здоровья у Рубика. Потому что у Морфлинга были ситуации. Чтобы украсть. У него 900 здоровья. Хотя погоди. Пожалуйста Рубика еще раз. Еще раз Рубика. Просто показатель его ловкости интересного. Нормально. Пока еще он этим не занимался. Но были ситуации. Там долго достаточно маны. Именно перекачку использовал. Можно было бы и украсть. Ну я думаю да. Я думаю со временем мы увидим Рубика. У которого будет 1500 хп. Вот смотри. Как и предполагалось. Берется Смоу. Правда там Вард. Там Вард. Сейчас Ликвид могут все заметить. Да они прям прям под Вардом сейчас будут. Ну вернее не прям под Вардом делать. Этот Смоук использовать. Но сам факт того. Что вы видите неожиданно. Как все герои сгруппировались в одном месте. А потом бах и никого нет на карте. А как так получилось. Чем же они могут заниматься. Даже не знаю. Иллюзиа Трофблэйда идет в центр. А сами Ликвид оказываются у себя на древних. И защита серьезная. Там Мантумба Мэн на первой линии стоит. И Куроки. То есть неважно кто из них подставится. Ключевые персонажи останутся в живых 100%. Майн контрол снизу. Могли бы найти. Но нет обзора. И залетает Инфлейм. Сейчас пролетает по лесу. Ожидают. Ожидают эту атаку Ликвид. Варды тоже ставятся. Так что все. ЛФАй не смогли никого забрать. Трудным все дается. Действительно. ЛФАй вообще. Героизм. То что они вышли со своей базы. То что они смогли хоть немножко пространство занять сейчас. Где-то и вардингом занялись по дороге. Хоть немного контроля над картой получат. В мире информации. Солар Крест приобретает ДС Профи. Просто вот так вот медленно, потихонечку, полигонечку. Но ЛФАй получают хотя бы минимальные предметы. Чтобы составлять конкуренцию этим героям. И в таких ситуациях обычно все эти предметы команды стараются брать максимально рационально. Чтобы за свои деньги эти артефакты приносили максимум пользы. Это всегда. Это Солар Кресты, Алибарды, Форстафы, Юлы. То есть мы не увидим никаких там Дейдалосов. Или там бабочку возможно. Вот Мане отъехал. Бабочка разве что на Аморфинге как раз возможно и появится. GH ворует Писурку. Что возможно вызвало овации у аудитории. Да, рассредоточились по карте. Там на подходе уже Дефюжил Блейд должен быть у Террэр Блейда. И можно будет Дес Профит сразу же. Есть, да, уже есть Дефюжил Блейд. Следующий БКВ будет. Так вот Дес Профит можно будет убивать достаточно быстро. Она там сильно не полетает. И ты ее просто снимаешь с Юла и убиваешь. И у Морфинга проблемки могут быть. Если большое количество иллюзий бьет, мана заканчивается. Ты не можешь никак качаться. На ДДС, я думаю, заряды никто тратить не будет. И так на ДДС нужно потратить буквально три удара. Когда GH находит наконец-то Инфлейма. Тут два героя. Это Нейчерс Профит и Рубик. Вот Майн Контрол ни одного удара не нанес. Позволил таким образом Инфлейму уйти с Блинк Даггера. И иллюзии Террэр Блейда уже съели половину в верхней вышке. Там GH сейчас чуть-чуть не умер. Вот так по счету вроде как равная игра, да? 15 на 14. Ну что там? Какое преимущество может речь? И 13 тысяч перифарм. По инициативе, в принципе, действительно, игра сейчас плюс-минус ровная. Только вот Liquid при грамотном контроле карты и при грамотно приобретенных артефактах вынесут сейчас в одну калитку LFY. Если те вдруг ошибутся. Хотя бы на чуточку. Так, ура. Остановился. Ах, фу. Спасибо, надо сказать, Бэтрайдеру. Аху ДДС чуть не отъехал от крифов. И все уходят. Ушли, убежали. Избежали этой драки. Достаточно ненужная и неприятная для LFY потенциально. Например, Террэр Блейд Т3 вышку решил забрать. У него есть Диффьюжел Блейд, поэтому иллюзии даже инфлейма будут очень сильно меньше. А что с ворфингом произошло? А как это так? А он уже на третьем месте по фарму. Об этом уж и речь шла. А если он в таком темпе набирает себе деньги, то через 20-30 минут вы чего с Мане будете делать, господа? Да, следующий у него Эзерел. Безусловно. Это против Террэр Блейда мощнейшее оружие, потому что здоровья у него немного. Конечно, артефактов у него сейчас много, это проблема. Да, у него БКБ зреет. И мне кажется, что Террэр Блейд по этому темпу БКБ соберет как раз-таки к появлению Эзерела. Вот как раз БКБхи в больших количествах и могут позволить Ликвид сейчас нормально повоевать. Морфлинг без Эзерела не сможет нормально щелкать людей. Ладно, только второстепенных каких-то персонажей. Бэтрайдер со своим фаерфлайем тоже никого сжечь не сможет. Опа, Мане. Мане видели. О, нет, он уходит. Если бы видели других персонажей, там Майн Контрол уже пошел бы хайграунд ломать. А он запустил уже своих крифчиков и сам рядом с хайграундом соперника. Идут вместе с Террэр Блейдом забирать в сторону под смоком Мане. И остальная команда будет просто выигрывать время. Джейдж дает весуру, останавливает Мане. В это время заходят на нижнюю сторону на Ликвид. Основные герои уже бьют в сторону. Раз ультился Матумба Мэн. Супер, старается ультеть на базу. Мане вроде как убивает Матумба Мэна. И два героя ЛФА перетянулись на базу. Мане очень сильно страдает, но ему хватит здоровье. Да, а в это время упала сторона. Ман Контрола затащили, даже под фиссурой его убили. Даже учитывая 4 фрага от ЛФА, мы понимаем, что казарму это никак не восстановит. Вот только Миракла бы не хотела здесь потерять. Нет, не уйдет. Не уйдет Амер, его догонят. Вот только убьют ли? Убьют ли или он слишком не по зубам сейчас? ЛФА, касочка пошла. Маледик, вот это уже интересней. Дидиси умирает. Супер, тоже уходит. Пятый заряд Литкова на палку. Его измором будут брать. Подходит Мане, бежит Кура. Уже сюда Кура вкатывается в инфлейма. Забрали. Забрали Миракла. И Кура тоже заберут. В итоге минус 6. Вот этот файк. И минус сторона. Ликвид такой расклад более-менее устраивает. Там лишний забрали? Да, да, да. Там забрали более тяжелую казарму. Только при одном условии такой размен устраивает. Что это был последний размен в таком духе. Больше деньги в таком количестве дарить нельзя. Двойной урон на Морфлинге. Заходит на Рошана. Опрометчиво от ЛФА. И естественно рисковать так сильно они не будут. Вне зависимости от того, насколько они сейчас уверены в себе. Это решающая третья карта. Курьер полетел в секрет шоп. Есть подозрение, что Этериал будет покупать. 3200 на руках. Может не оставить себе байбэка. Но купить Этериал. Да, покупает себе Этериал Мане. У него нет денег на выкуп. Поэтому если заберут его, то очевидно можно идти и драться уже на хайграунду у соперника. 18 уровень у Мане. Он не будет появляться. Он достаточно долгое время проведет в Тавер. Словили Матумба Мэда. Его сейчас затащат в пещеру. Крашану. Под фиссуру. Под тотем. И под прокаст Морфлинга. Но Майнконтрол ворует Эгиду. Как у него это получилось? Блэкинг Барс. Круты. И дальше руками бить. Вот только ты не убьешь этого Морфлинга. Вас просто-напросто меньше. Гуру, беги. Пожалуйста. Не ушел. Трипл килл. Трипл килл. Аэгис забрали. А Таррор Блейд не успел в драку. Он только-только появился. Летел на Шрайн вверху. Поближе к Рошпиту. Но не успел. Дрались без него. 7к уже. ЛФА. Мы помним, как они могут драться. И я помню вторую карту против Virtus.Pro. Как они перевернули, казалось бы, полностью проигранную игру. Непереворачиваемое, скажем так. И сейчас, кажется, ЛФА способны провернуть это вновь. Уже нет бывалой мощи. Нет бывалого преимущества по артефактам. И сейчас... Да, былой. Былой мощи, конечно же. И вот этот маневр с тем, что Mind Control смог каким-то, не знаю, невообразимым способом украсть эту эгиду. Только это сейчас останавливает ЛФА от дальнейшего давления. Mind Control сейчас может потерять эту эгиду. Да, он тут один. Но там есть и Родингушка. И уже летит Рубик. Уже летит Куро. Да, и Флэма вряд ли отсюда отпустит. ДДС подходит. Дает каски. На Куро каски. Родо Пейнус туда же. Сайланс на Куро. Куро хочет забрать Инфлейма, но он не сможет это сделать. И ЛФА делает еще один фраг. Ой, чертяки. Там драка в Рошпите была на самом деле чудовищной для Ликвид. У них не было, во-первых, ультимейтов на Мансера. Во-вторых, не было живых Террор Блейдов. Да. Они в такую... Я не знаю, почему они вчетвером пошли сражаться на этом Рошане. Вот одного маневра сворованной эгиды от Mind Control должно было достаточно быть. И, тем не менее, они рискнули. Рискнули настолько, что сейчас Морфлинг уже на 500 золота отстает от Террор Блейда. Говорит, рафлил ты там надо мной, Роман. Просто через одного. Парафли сейчас. Герои идут через одного. Обрати внимание. Обращаю. Все сбалансировано. Небольшое преимущество по экономике есть у Ликвид. Да, у них есть, в принципе, стратегическое преимущество. Там упал еще один барак внизу. То есть линия полностью снесена и постоянно будет пушиться. Но у нас 30-ая минута уже. Мы с тобой говорили, что нам на 12-ой минуте перефарм 8000. А здесь у нас 30-ая минута. Они на 10-ой минуте могли чуть ли не игру закончить. Ты понимаешь, что у нас 19 минут назад Т3 в центре уже практически горело. А сейчас мы видим вот то, что видим. Сейчас мы видим Морфлинга невероятно опасного, Бэтрайдер с необходимыми для него артефактами. И Диспрофит, которую так просто уже не убить. О, мой бог. Тем не менее, Террор Блейд держится на первых позициях. Нечиспрофит тоже уверенно обгоняет и Хард Лейнера, и Мид Лейнера ЛФАЙ. Там разница в 2000 с Диспрофит. Есть артефакты против Диспрофит, есть артефакты против того же Марфа. То есть тот же Дефьюжил Блейд, он очень много полезных вещей делает. Плюс Блэкинг Бар на Террор Блейде тоже позволяет качественно Ликвидом подраться. Мы очень давно не видели драку 5 на 5 от Ликвид. Пока это вот одиночные фраги, которые ЛФАЙ, вот эти кусочки, которые они отгрызают от Ликвид. Это нормальная тактика абсолютно, когда вы находитесь вот в такой канаве, куда вас затолкнули соперники. Только так и можно действовать. Лопать и 5 на 5 драться при таком недофарме невозможно. Да, сейчас уже Ликвид ищут с кем бы подраться. Есть пеньки на разведке, пеньки забегают. Много пеньков. И майн-контрол со спины. Есть орхид, закрывает Аху. Аху не может выбраться из окружения этих деревьев. Уже минус 2. Вот команда Ликвид. Супер, супер. Обжирается. Матумба прожимает наконец-то поездо нову. Падает GH, падает Битрайдер. Мане. Да, просто убегает. Супер ословили все. Его не должны отпускать и не отпустят ни коим образом. Минус Дес-Профит. 4 в 1. Рубика только потеряли. Самую дешевую из возможных целей потеряли Рубика. Но тоже максимум извлекли Ликвид. То, о чем ей говорил. Мы не видели нормальную драку. Посмотри, 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 посмотри. А там есть Аленс. Там есть Аленс. Там есть Сыр, Сыр. Есть, конечно, Сыр у Мане. Его так просто не забрать. Еще и Кура. Влетает. Слушай, а Мана-то не резиновая у Мане. Да, Сыр может быть и есть, но его могут заставить прожать. Нет, слишком-слишком жирный. Тут же еще одни спруты. Еще пеньками закрывает. Да сколько это будет продолжаться? Все. Выдержал Мане. Вот единственный плотный герой. Правда, это Т-3 вышка вверху падает. И она, скорее всего, упадет. Вот иллюзии грозно смотрятся. В итоге реплика из одной из иллюзий. Иллюзии против иллюзии. Иллюзии на иллюзии. Вышка должна упасть. Там остается сколько? 0,5 хп или сколько? 23. 23 пункта здоровья. Внизу крипы уже на базе. По центру крипы уже бьют Т-3 вышку. Лотус орб на Рубике появляется. Тоже сильное приобретение. Так, вновь битва, иллюзии, реплики. Все друг друга месяц. Нижняя линия, правда, уже очень сильно запущена. Но Майн Контрол вынужден нажать Блокинг Бар. Бэтрайдер прыгнуть пока не может. Прыгнуть может, но лосо у него нет. Наконец-то ловит Майн Контрола. Тащит его к себе в логово. И в этом логове ждут Нейчерс Профита. Ну это очень странная отдача была, мягко говоря. Ну то есть, что он здесь делал, не совсем понятно, зачем он здесь. Скажем так. Что ты здесь делал? Майн Контрол. В чем твоя проблема? Именно так. Вот нам еще разок напоминания о том, что атаку нужно было ожидать. Вот нельзя было настолько неподготовленными сюда подходить. Видишь, не было никакой перегруппировки. ЛФА просто шли забирать тир-1. Вот безобидную тир-1 вышку. Но Ликвид их подловили чуточку ранее. Там еще Сайленс украл Рубик в процессе этой драки. Он в Twin of Plane украл Сайленс и заткнул Бэтрайдера. Короче, Рубик умер героем. Жил до конца, умер как герой. Другого ничего добавить не могу. Да, конечно, артефакты у Рубика доставляют. Forstuff, Lotus Orb, Blink. Да, для LFI определенно ситуация значительно лучше, чем она была там 23 минуты назад. Но у Ликвид появляются нормальные артефакты. Там Блэкинг Бар, вот я вижу, Виномансер имеет, уверен, что еще мы увидим Блэкинг Бар. Да, вот Террор Блэйд, БКБ, бабочка наконец-то к нему долетает. Сейчас Морфлинг только руками может его заколотить. Бабочку это сделать, естественно, сложнее. И битва тяжеловесов уже не за горами. И неприятность еще в том, что иллюзии теперь труднее пробивать. То есть иллюзии будут еще больше отгрызать от ваших бараков. То есть тренжевой барак можно одними иллюзиями сносить свободно. Мы видели и так проблемы есть у LFI, но когда у тебя еще и промахи, то иллюзии... 25 уровень Miracle, ой, 25, 22, прошу прощения, да. 22 уровень Miracle, отличные артефакты. Иллюзии идут и ломают тренжевой барак. В паре с энтами, то есть в любом случае внимание LFI должно сфокусировано быть сразу в несколько точек. Тут такой может быть ад в голове у LFI, когда непонятно вообще за что хвататься. Просто из-за того, что LGD и Forever Young смогли выровнять ситуацию на карте, сейчас начинаются вновь эти качели. Но и в этих качелях мы уже видели, насколько Liquid хороши. Еще по прошлой карте. Насколько они хороши при растягивании обороны. Насколько они хороши во время этих сплит-пушей, внезапных врывов на базу. А тут же есть Nature's Profit, которого уже в который раз отдают. И с такими героями, с их игровым стилем, даже текущая ситуация в целом на руку Liquid'a. LFI уже... Все, морфлинга раскачали. Дальше они говорят, давай, Мане, мы в тебя верим. Вперед! Мы вроде бы игру не слили. 34 минуты, 35 минут продержались. Давай, теперь порви их. И поэтому все внимание всех будет приковано исключительно к Мане. Terrorblade делает вид, что он иллюзия. И DDC все равно боится... Он не поверил, мне кажется, что это иллюзия. Мне кажется, он поверил, что это иллюзия, но это особо картины не поменяло. Да мне плевать, что это иллюзия или остывной. Но в любом случае он умирает. В любом случае. Надо было бежать сломя о голову. То есть Terrorblade, это DDC говорит. В любом случае он умирает. Не плевать, кто это иллюзия или нет. Я пойду его и развалю. Тоже неплохо. А вот они, Liquid, уже под базой. Конечно, место у Liquid и времени для вот этой затяжной... Атаки очень много, потому что они потеряли только тир-1 вышку в центре. Следовательно, Morphling нужно забрать D1 снизу. D2 снизу, D3 снизу. И только-только тогда его будут очень-очень сильно бояться в плане размена как-то линий. Видим. Вот они иллюзии. Заходят. Бесконтактный, абсолютно пуш, ничем не рискует Liquid. И так будет продолжаться очень долго. Вот до тех пор, пока не появится Roshan. Roshan уже появился, как нам показывают. Liquid на него заходит. Это будет сыр, эгида. А LFY не факт. Не факт. Налеко не факт, что сюда выйдут. Потому что к ним прилетит Purion на базу. Так и будет. Это абсолютный факт. Майнкатрол проверял, нет ли рядом Бэтрайдера, например. Преимущество, конечно, не растет. Но игровое преимущество, стратегическое, сейчас на стороне Liquid. Нижней стороны уже нет. Голые бараки вверху. Подбитая Т3 вышка в центре. Сыроегис. Чудовищно нафармленные кор-герои Liquid. Я уже молчу о саппортах. Я уже молчу о том, что у GH есть в руках. Это дикость какая-то. Просто дикость. Lotus Orb половину всего ломает. На Бэтрайдере ты ворваться не можешь в Террорблейда, например, контролировать его. Даже Death Prophet со своим Spirit Siphon тоже не смотрится. Lotus в целом, конечно, хорош, естественно. И интересно в дальнейшем, на какие артефакты пойдет выбор GH. Я вижу, у него Клок в инвентаре. Значит, это будет, скорее всего, Глиммер какой-то. Наконец-то Hurricane Pike на Miracle. Хоть что-то более-менее влияющее на позицию. И у него, по сути, уже есть пять слотов плюс... Ну, шесть слотов. Шесть слотов есть у этого героя. 37 минут, шесть слотов. Т-3 вышка в центре. Заберет ее одна из иллюзий. Если хоть удар нанесет. Ведь в доктор заданайл. Он и верхнюю, кстати, Т-3 тоже заданайл. Т-3 тоже против иллюзий Террорблейда. Казармы пусть заданают еще. И отличная игра тогда получится. Жалко, трон не данаится. Все бы можно в свои руки было взять. Снова иллюзия. Они просто прут. Они прут. Идут энты. Идут иллюзии Террорблейда. Причем, по-хорошему, это желательно развести по двум направлениям. Снизу крипы и так рано или поздно добираются. Ой, Миракл глубковато влез. Да, он потратил метаморфоз. Т-4 сейчас затащат. Он потратил метаморфоз. И сейчас драться не очень будет хорошо. Просто нажать БКВ и жить. Нажать БКВ и жить необходимо Мираклу. Он нажимает БКВ. Он живет. Великолепно. В это время сверху уже Майн Контрол забирает Казарму. И в инвиз. И по центру можно возвращаться. Можно драться, а можно по центру ломать. И, судя по всему, Миракл заходит ломать бараки в центре. Все еще живет Майн Контрол. Миракл перетягивается вверх. Перетягивается вверх. Майн Контрола забрали. Нет, Бараков. Сломали Милишный. Нет, дальний, дальний. Ой, Роджевой. Да, да, да. Прошу прощения. Сломали Роджевой. Более-менее еще игра меня. Более-менее. Прямо более-более пока. Потому что уже оба фланга раскачиваются. Мане. 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 Слишком быстро. Почему так быстро он умирает? Почему так легко для Миракла? Он идет по центральной линии. Готов уже подниматься. Иллюзии отправились на барак. Роджевой барак страдает. И каски не касаются сейчас этих иллюзий. Миракл цепляет EDC. Его забрали. 50 секунд. Не будет Витч-доктора. Так, вот Миракла вперед. Забирают его. 90 секунд без Миракла. Хорошая ответка. Будут отходить. Джей Эйчет тоже пытается остановить. Его тоже забирают. Нельзя было расслабляться. Ликвид не на секундочку. Вот как только вы сделали такой фраг, вы подходите к базе. Вынуждаетесь делать выкуп и разбегаться. В рассыпную. Да, потеряли террорблейда. И главное для Ликвид сейчас не нажать выкуп на террорблейде. Естественно, для этого слишком все у них хорошо. Ой, майн-контрол точнее. Тут что инфлейм, что майн-контрол играют примерно одинаково. Пошел битренджевой барак. Да, да, да. В центре. Беги, беги. А Мане без байбека. 7 минут еще не будет выкупа у Морфли. Террорблейды никак не смогут заставить сейчас нажать эту кнопку и выровнять положение по выкупам. Аганим еще на Виномансере. Еще больше урона от этого ядовитого парня. Вообще, на пуш сейчас ничего нет. Экзорцизм еще 20 секунд. То есть вообще некому пушить. Бежать бы отсюда. Фу останавливает Кура. В это время обрывается Мане. Очень быстро забираются перед Брейкера. Но это пятерка. Ликвид глобально ничего не потеряли ультимейт от Виномансера. Ульт без Аганима, если не ошибаюсь. Там еще деньги... С Аганимом. Уже с Аганимом. Но в любом случае, вот он Вич Доктор с его Вуду Ресторейшн. Уже неплохо он начинает помогать. Относительно неплохо. Ломают вышку сквозь даже Бэкдор Протекшн. Занимаются этим ЛФУАЙ. И могут в теории заставить хоть кого-то сделать выкуп Бэтрайдер в наглую. Залетает под Т3. Конечно же, никого он там не находит. Слишком рисково было подходить защищаться. И только лишь Т2. В глобальном плане для ЛФУАЙ ничегошеньки не поменялось. Все стало еще чуточку хуже, потому что нет выкупа на Морфлинге. Нам только что показывали, вообще выкупов в этой игре очень мало на данный момент. Дмитрий. Чем заниматься сейчас Ликвид? Давайте, ваши рекомендации. Кроме того, чтобы продолжать фидить по одному герою за казарму. Нет, ну позитивные моменты тоже стоит выделять. Ликвид в это время забрали один барак. Забрали еще барак. Заставили заденать две свои вышки. То есть Ликвид, даже при том, что отдают какую-то часть экономики ЛФУАЙ, глобально всегда будут в плюсе. Но что такое снесенные стороны против снесенные две вышки в центральной линии? Я соглашусь. Соглашусь, потому что Курион. Я понимаю, что это хард керри, что это ультра лейт керри Морфлинг. Но ты видел, с какой скоростью щелкали его? У кого там вообще Abyssal Blade? Я не очень понимаю. Он не успел просто... Перекачаться просто немного не успел. Он выходил на линию атаковать крипов. Скушивать в сторону. Может и сейчас. Может и сейчас. Кстати, под Смаком. И, по-моему, там никакого Вижена. Да, видят Инфлейма. Притормозили его. Вот Дефьюжал Блейд. Инфлейма забирают. У него есть бут. 80 секунд его не гонит. Нужно срочно выкупаться и идти продолжать драться. Куро, Куро! Слишком быстро вызывают спирит брекера. Атакует Миракл. БКБ нажал. Бить Бараки. Бить Бараки. Бьет Бараки. Глиф прожимается. Бэтрайдер в позиции. Но как же команда гниет от ульты Виномансера. Хекс потрясающий по инфлейму. Майнконтрол. Нажимает БКБ. Улетать пытался. Но Лассо. Стоят вдвоем Лассо. И в это время Террор Блейд просто ушел. И не только. Просто ушел. А то ему не должны отпускать. Всех заберут. Всех, кто здесь остался, всех заберут. Бараки в центре. Бараки в центре уже едят Энды. И туда перетягивается Террор Блейд. Медленно горят Бараки. Медленно. Побыстрее теперь. Теперь побыстрее. Мане Апсола пришел драться против Миракла. Посмотрим на эту боню. Нет. Он просто дерется с Бараками. Он забирает Бараки. Использует Сандер. У него полное здоровье. Ему надо добить последний Барак сверху. Не, его контролят. Все. Все, кто есть. Все силы на Миракла. Его просто законтролили. Не получилось организовать мега-крипов. Не получилось зафиксировать это преимущество. И получилось сфидить всю команду. У Ликвид 5300. Это у Тест Профит на руках. Байбеки есть у Кор Героев. И единственный Виномансер без Байбека. Да, Виномансер нужен. Действительно нужен. Его яд слишком эффективен. И сбивает эти блинкдаггеры там на битрайдерах, на шейкерах. Не дает им нормально действовать. Варды очень сильно мешают. Так что Виномансер это важное звено команды Ликвид. 13 секунд до того, как появится Нейчер Спрофит. И именно на нем хочется акцентировать внимание. Там последний наполовину битый барак. Который можно просто залететь и избить, как только крипы туда доберутся. Убежал спиритбрекер на центральную линию. Да, разгон, естественно, взял на супер. А также Нейчер Спрофит уже на месте. Крипов на базе ЛФА нет. Поэтому там бэкдор. Ну да, лететь просто так не получится. Там защита от бэкдора. И просто так сломать стороны не выйдет. Они ломают центральную линию. Они хотят спровоцировать на байбэк. Но тут только Т4 может спровоцировать на байбэк. Нет, они забирают центральную сторону. Они понимают лучше чуть-чуть, но чтобы это было. 4К вообще перефарма у Ликвид. 4 тысячи. При том, что базы нет. Тут бэнконтрол. Улетает. А, и еще один игрок. Джейдж подставляется. Подставляется Джейдж. Живет, конечно, долго. До тех пор, пока до него Морфлинг не добрался. Мане пока что тащит команду. Крипы внизу. Крипы внизу идут на базу к ЛФА. Как только они наступят на первый вообще пиксель базы, там уже окажется майнконтрол. И там сразу три персонажа ЛФА. Просто втроем телепортировались, чтобы по максимуму проверить базу. Двое. Шейкер и Бэтрайдер полетели проверять лес. Рядом с казармой. В надежде найти там майнконтрола. Один полетел отпушивать в сторону. ЛФА четко осознают, что вот этого парня на майнконтроле лучше даже близко не подпускать. На пушечный выстрел не подпускать к этой казарме. То есть вы, даже если вдруг вы его убьете, вдруг вы где-то драку там выиграете, не знаю, 4 в 5, например. 4 в 5 у вас там на одного героя больше, на одного героя меньше умрет, точнее кто-то в живых останется. Ему плевать, он прилетит, даст сайланса и заберет так же, как это делал в свое время Террел Блейб. Заберет этот барак несчастный. Стадион просто сходит с ума. Я видел отчаяние в глазах болельщиков, когда ЛФА на 10 минуте уже просто казалось, что у них руки сейчас опустятся. Но сейчас и одну, и другую команду невероятно сильно поддерживают. Слишком близки были Ликвид к победе в начале матча. Слишком хорошо отыграли ЛФА в середине. И сейчас Ликвид заходит на Рошана. Естественно, Эгиду они хотят заполучить в свои руки. Ни в коем образом не отдавать китайской команде. Всех пеньков отправил майн-контрол на разведку. Варды тоже стоят, только что иллюзия Террел Блейда центральную линию. ЛФА не знают. ЛФА не пойдут на Рошана. Это Сыр и это Аэгис против одного несчастного барака. Сыр Аэгис, огромнейший пуш-потенциал майн-контрола и Миракла. Сейчас ЛФА в теории могут точно так же неожиданно не на подходе к базе словить Ликвид. А вот здесь, поближе, где-то в серединке леса, когда Ликвид этого будут ожидать меньше всего. Варды завардили всем. Сентри, обсерв Варды, все у себя в лесу. ЛФА и контроль над этой частью получают. Лагвард стоит, не видит Аху. Аху готов врываться, майн-контрол в невидимости. Майн-контрол на видят. И Фиссура, Фиссура прикрывает жейчу. Майн-контрол быстро начинает покусить. Стирают Нейчерс Профита, он делает выкуп. И сразу же, сразу же летит на казарму. Аху держат. Минус шейкер. Майн-контрол атакует казарму Мечника. Последнюю казарму. А Мирикл бьет, Мирикл все это время бьет. Мирикл жив по-прежнему. Мирикл в метаморфозе. Дерется, убивает Мане. У него нет байбэка. 115 секунд. В это время пытается хоть какое-то время выиграть для себя ЛФА. Ломается последний барак. Майн-контрол делает мега-криппом. Жив Террор Блейд. О май. Да, умер Нейчерс Профит. Да и черт с ним. Полторы минуты не уверен, что ЛФА что-то сделают. Потому что и Мане... Нет, у Мане через секунду будет выкуп. У него через секунду есть выкуп. Все, Мортленд вновь в игре. Вчетвером очень просто можно защититься от таких трех персонажей. Все, Ликвид отходит для того, чтобы перегруппироваться, дособирать артефактов. Рубик уже практически с аганимом. Я практически с инфарктом. Это один из лучших матчей. Мы такое говорим постоянно. Вот просто каждую игру этого плей-офф мы постоянно говорим, что это одна из лучших игр за последнее время. За историю Доты. Как любит говорить Александр Дашкевич. Говорит, ну это логично. У нас каждый новый интернешнл идет в ногу с развитием Доты. Следовательно, команды самые сильные. Как и групповая плей-офф стадия. Чем дальше, тем сильнее команда. Это не удивительно. Миракл идет по центральной линии. Его подсветили. Не надо особо так маяковать, потому как все-таки рядом партнеров по команде нет. Я смотрю со спины несколько. Джей Эйдж прыгает. Ловит супера. Супер без байбека. Супер после байбека. Семь минут нет выкупа. Да, выкуп у команды Ликвид есть. На Террор Блейде, на Рубике, на Веноманцере. Морфлинг 26 секунд. Миракл может подарить немного времени LFY. Это то, что им необходимо. Его просто не нужно добивать. Нужно держать на месте, чтобы он не ломал вам базу. Но Миракл ломает лица. Он не только ломает базу. Еще на туфорстафе подъезжает. Туда же пошел Кура. Въезжает в самый центр драки. Шейкер домой. И мега-крепы уже заходят на базу. Забрали в итоге Шейкера. Шейкера нет. Все еще живет Дэс Профит. Все еще живет. Все еще дерется Миракл в самом центре события. У него есть Аегис. У него есть Аегис. Мега-крепы ломают Т4 вышку. В это время Майндконтрол. Вместе с Матума Мэном. Рывается Супер. В таверну. Что 20 секунд ему не будет. И Мане умирает. У меня просто не остается слов. Ликвид, что вы делаете? Практически. Никаких слов. Тут 7 букв Роман. К-Б-А-С-Ю-Б-О. Это красиво, мать его. Как же это красиво. Потрясающая игра. И Ликвид. Я отчасти... Мне показалось буквально на секунду, что я увидел вот слезы счастья на глазах Ликвид, когда они наконец осознали, что это гранд-финал. Да, да, да. Матумба там просто на взрыве. Это гранд-финал. Best of 5 против команды Ньюби. LFY, конечно, после невероятной игры в групповой стадии. После того, как они в плей-офф выступили. Очень-очень достойно. Сейчас эта команда занимает лишь третью строчку. Строчку The International. А Ликвид будут бороться за золото. За золото, за регион, из которого они остались последние. Из которого они остались чуть ли не из пятерки команд. Единственный европейский состав. Очень много китайских коллективов. Сильнейшая Дота. Но в итоге справились. Справились. Очень жалко LFY. На них были огромнейшие надежды. Но вчерашний матч против Ньюби, наверное, стал роковым. Ликвид получили разгон. И многие говорили, что Ликвид, если разгоняются, они разыгрались на Империи. Они разогнались на Virtus.pro. И дальше, 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 дальше. Вплоть до гранд-финала. Я, что-то говоря, переживаю насчет Ньюби. На LFY вот сейчас разогнались. Как думаешь? Вот часто мы сталкиваемся с выражениями, что, мол, вот, они играли за третье место, вернее, за выход в финал. Они должны быть немного истощены. Но после такой невероятной серии, о каком истощении может быть речь? Да я готов еще 15 таких матчей откомментировать, а не отыграть готовы этих 15 матчей. Я уверен, к ним сейчас подключить просто провода, они всю Киарену питать будут. По той энергии, которая сейчас была выработана. Я представляю эти эмоции. Причем драба соблюдалась. Все три матча. Достаточно такая драматическая развязка для LFY, для Ликвид. Додавили. Ну, жалко. LFY в любом случае мы поздравляем с тем, что они вошли в тройку. Коллектив этот показал отличную игру в группе, отличную игру в плей-офф. Мало кто от них ожидал, они всех поставили на место. Они сказали, а ну-ка, подзавалили. Да, мы тут за свой регион приехали на секундочку. В топ-3, две китайские команды. LFY в здании были. Да, вот они, вот они, наконец, выплескивают свои эмоции игроки. Но впереди самое тяжелое, самое трудное. Впереди битва за Эгиду. Битва за 10 миллионов долларов. Да, уже 4 миллиона в карман себе положили, Ликвид. Ну, Матумба, Матумба в своем репертуаре, конечно же. Но не показывает, вот своего типичного не показывает. С ладонью, потому что тут не так все было. Очень-очень не с ладонью было. Прям очень. Не разбросал. Вначале, знаешь, если бы они закончили за вот те вот 10-15 минут, это было бы с ладонью. Но после всего этого валидола, и я уверен, сейчас парни вот-вот-вот так просто сидят. Да, ну что ж, мы, Роман, с тобой с удовольствием будем передавать слово студии аналитики. И на этом интернешнале мы с Романом с вами прощаемся. Если увидимся, то только не на трансляции, а где-то вне ее. Всем огромное спасибо. Да, и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Продолжение следует...